Так, всем доброе утро. Для меня уже добрый день. Я сегодня встал в 5 утра, так я уже к 10 утра в 5 часов не спал, это уже полдня прошло. Лег вчера в 12. Нормально? Отлично. Хорошо, дорогие друзья, мы продолжаем изучать Мишлей, притчи царя Соломона. Давайте, что-то никого нету пока в эфире. Воскресенье, все, наверное, спят еще. Так, и мы сейчас находимся, 17 глава. Михаил Музыковский, привет. Все, мы находимся в 17 главе и начинаем ее прямо, прямо начинаем 17 главу. Всем привет, всем доброе утро, шалом. Алекс Поделка, физкульт-привет, Яков Шатадин. Так, отлично. Итак, значит, 17 глава начинается с... А, мы начали вообще, давайте сейчас такое предисловие легкое, Дмитрий Тим. Мы начали сейчас все, осенний период. Когда заканчиваются праздники осенние, Суккот, вот сейчас закончился праздник Суккот, время радости, мы все порадовались, и сейчас начинается такая осенняя работа. Я очень люблю это время. Прямо осень, как говорил Любачи Ребе, он говорил так, это время называется «Ва Аллах Яков Лидарко», и пошел Яков по своему пути. То есть, именно не Исраэль, который это высшие духовные какие-то вещи, а Яков пошел по своему пути. То есть, мы живем в этом мире, мы преобразовываем этот мир и наполняем его духовностью. То есть, материю поднимаем на уровень духовности. Весь мир Бог создал для славы своей, вот мы прославляем Бога через работу. И я очень люблю это время, люблю работать, значит, сегодня встал в 5 утра, поработал хорошо. И, значит, сейчас продолжаем изучать 17 главу. Наша задача сейчас, с Божьей помощью, я хочу первых 15 глав отредактировать и выпустить вот прямо книгу, первый том по Мишле, уроки по книге Мишле, по притчам. Это у меня план на этот год. Потом выпустить вторую часть. И потом переходить в следующий год с Божьей помощью Шир Аширим, «Песнь песней». Это самая сложная книга Царя Ашлумо. То есть, с виду она выглядит, как стихи про любовь. А там, на самом деле, Малвим дал два комментария, это Кабала. Там скрыто все тайны мироздания. То есть, сейчас мы вот, Мишле, научимся, как в этом мире себя правильно вести, а потом будем знать уже все тайны мироздания в глубину. Такой у нас план. Итак, 17 глава, начинается первый отрывок 17 главы, звучит так. То, пад, харыва, вишалваба, ми бейт, мале, зивхейриф. Значит, в 17 главе нам царь Соломон говорит следующую вещь. Он говорит, лучше пад, харыва, это кусок сухого хлеба. Лучше и есть в нем шалва. Шалва – это спокойствие, мир. Шалва – это вот как шалом. Вот шалва – это из этого же серии. Слово, значит, такого вот умиротворения. Умиротворение, да. Лучше кусок сухого хлеба и умиротворение в нем, чем ми бейт, мале, зивхейриф. Чем дом, наполненный жертвоприношениями и ссорами. Жертвоприношения – это были шламим, жертвы шламим. Люди приносили, когда им что-то происходило хорошее, они резали быка и говорили, вот, классно, все у нас хорошо. Но если там есть ссоры, то в этот момент, конечно, в этот момент царь Соломон говорит, что лучше, чтобы был сухой хлеб. Как это понять? Значит, есть в нашем мире, есть внешний успех, а есть внутренний успех. Это два разных успеха, так Малбим объясняет. Есть внешний успех, он определяется богатство, какие-то там внешние какие-то признаки успеха, да. Там какие-то вещи, дома вывезти, фотографии в инстаграме и в фейсбуке, типа, класс, смотрите, я тут, я там, все красиво. Но если у человека в этот момент внутри, на душе, ему плохо. А когда у человека есть с тем-то конфликты, скандалы, суды, ссоры, нет Шломбайта, то, конечно, ему внутри плохо, да. Но внешне может выглядеть все очень красиво. И наоборот, бывает, что у человека кусок хлеба сухого, но у него Шломбайт, Шломбайт это как мир в доме, да, то, что называется. У него никому он не должен, никто ему не должен, он ни с тем не судится, ни с тем не ссорится. И у него внутри в этот момент полный мир и радость. Царь Соломон нам говорит, что лучше вот это состояние, когда у тебя внешнего успеха нет, есть внутренний успех, чем когда у тебя есть внешний успех, но нет внутреннего. То есть внутреннее состояние человека по ценности, оно важнее, чем внешнее. Понятно? Теперь, и здесь есть второй еще, второй аспект. Значит, царь Соломон, это в Каэлите, в Экклезиасте, он говорил, что Пустое и лживое от меня отдали. Он просил Бога, эта молитва его была. Пустое и лживое от меня отдали. Бедность и богатство не давай мне. Накорми меня законным хлебом. То есть здесь очень важно каждое слово, это его вот отношение к финансовым вот этим вот всем историям. Значит, первое, то есть пустое и лживое от меня отдали. Что является пустым и лживым? На сегодняшний день это рекламные обещания красивой жизни, которые сидят маркетологи и пишут тексты. Я просто всю жизнь работаю с рекламщиками, в рекламе, с маркетингом. Я знаю, как это происходит, как сидит копирайтер, и он выдумывает, как зацепить, как надавить, как манипулировать человеком, чтобы он, прочитав рекламное сообщение, чтобы его прямо затронуло за его именно животные качества, страх и стремление получить удовольствие. То есть это идет конкретнейший шаг. Весь рекламный бизнес построен на манипуляции, на том, чтобы заставить человека двинуться в нужном направлении. Теперь, кому нужно это направление? Человеку? Нет. Это нужно тем, кто хочет продать, кто нанял этого маркетолога. То есть ему и тому копирайтеру заплатили, чтобы он нажал на кнопочки, а люди побежали и купили. Все. Теперь царь Соломон, он еще в то время говорил, пустое и лживое от меня отдали. То есть сбросить эту пелену вот этого пустого и лживого паутины этого мира. Раш в ошер это вещи реальные. Бедность и богатство это вещи реальные. То есть бедность это когда тебе не хватает, не хватает на хлеб, то есть вообще в принципе тебе не хватает. Это бедность. Ошер это богатство, когда у тебя есть избыток всего. Он говорит, и то и то от меня отдали. Почему и то и то отдали? Он объясняет, бедность от меня отдали, потому что я буду вынужден делать вещи, которые я делать не хочу. То есть для того, чтобы покрыть свой хессарон, я буду вынужден, может быть, даже украсть или сделать что-то плохое. Теперь, а почему богатство отдали, когда у тебя есть избыток? А он говорит интересную вещь. В этот момент, когда у тебя есть избыток, то ты можешь сказать, а зачем мне Бог нужен? Зачем мне Бог? Это я, у меня все есть. Я сам себя обеспечиваю, я сам себя. Мне не нужен Бог. В этот момент человек перестает молиться, перестает чувствовать свою зависимость от Бога. И в этот момент он ломается. То есть написано, мы уже учили это, перед Шевер Гаон, перед крушением Вознесения. То есть человек возносится в своих глазах, бах, это путь к близкому крушению. Значит, здесь давайте вернемся еще сюда. А что хорошо, лучше, чтобы был хлеб сухой, но мир в нем, чем много жертв, благодарственных даже жертв, да? Но с ними ссора, с ними ссора. Теперь дальше. Второй отрывок. Второй отрывок. Второй отрывок. Значит, второй отрывок такой. Эвет мастиль имшоль бебен мэвиш. Раб. Раб. Но эвет это еще и работник. То есть эвет это тот, кто работает. Это слово авада. Как в русском есть работа. Раб. Да? На иврите. Эвет авада. Раб. Работа. То же самое. Теперь, значит, есть какой-то в этом отрывке во втором царь Соломон нам говорит, что есть какой-то эвет мастиль. Есть какой-то вот этот раб, но он мастиль это интеллектуально развитый, который развивает свой интеллект. И есть он лучше, он будет властвовать, не лучше, он будет властвовать над тем, над сыном позорным. Мы, видишь, это тот, кто позорит. Сейчас мы разъясним, что это, да? Теперь дальше. И вторая часть. Убытох Ахим и Халок Нахала. И среди братьев он будет разделять наследство. О чем идет речь? Не, не про Йосова. Значит, речь идет о том, что Бог, он дал Тору еврейскому народу. И написано, прямо в Торе Бог сказал, сыновья вы для Бога всесильного вашего. То есть, он прямо называет сыновья вы для Бога всесильного вашего. Правильно? Правильно. Еврейский народ это сыновья для Бога. Теперь, но мало кто знает, что любой человек, он может тоже присоединиться к Богу. Бог назвал еврейский народ. Как он назвал еврейский народ? Вы сыновья, и вы рабы. То есть, рабы, когда вы были рабами в Египте. И я вас вывел из Египта, что вы были рабами мне. И вы сыновья, потому что вы приняли полностью мой ход мысли. Понятно? Приняли Тору. Теперь, любой человек, он может, приняв Тору, стать тоже с Богом вступить в отношения, то есть, присоединиться к еврейскому народу. Это называется дьюр. Дьюр, пройти дьюр, то есть, лид Гаер, это полностью взять на себя те обязательства, которые евреи взяли, когда выходили из Египта, возле горы Синаи. На Севенишма. Сделаем, потом будем разбираться. Все. То есть, мы принимаем на себя всю Тору. То есть, мы не будем узнавать даже, что там можно, нельзя думать. Все, мы принимаем. Ты Бог, ты хозяин мира. Все, мы приняли Тору. Если человек так говорит, его проверяют специальные раввины. Если он, да, действительно принял Тору, то тогда он проходит специальный обряд, и он присоединяется к еврейскому народу. Это вторая часть отрывка, что лучше вот этот вот Эвет, раб, но который додумался до этого, и он будет властвовать над сыном, но который позорит Тору, позорит Бога. Где мы это видим? Мы это видим, были мудрецы в еврейском народе. Шмай и Автальон. Глава еврейского народа. Был один глава, второй был глава раввинского суда. В перте вот они перечитаются. Оба были геры. Оба были из принявших иудаизм. Антелос. Антелос это, есть, там везде, где печатается Тора на иврите, рядом печатается ее перевод на рамейский язык. Написал его Антелос. Антелос это, он был потомок Нерона. Он был из там внуков. Нерон это император римский. То есть, есть очень много случаев в истории, когда, когда Раби Атива, самый великий, один из самых великих за всю историю раввинов, он был сын Дерима. Он был сын принявших иудаизм. То есть, в каждом поколении есть очень много людей, которые принимают на себя служить Богу, как евреи, да, то есть, стать именно раб для Бога. И в этот момент он написан, что Убыто Хахим и Халок Нахала. И он среди братьев, он разделит наследство. То есть, наследство это Тора. Понятно. Теперь дальше. Кстати, интересно, во времена царя Соломона не принимали в евреевых. Нельзя было пройти в евреевых. Не принимали. Почему? Потому что в то время величие Торы настолько было явно видно, что люди шли по побуждениям не для того, чтобы именно присоединиться не по духовным побуждениям, а по побуждениям материальным. И в этот момент было закрыто. То есть, именно во времена царя Соломона это было закрыто. Так я слышал. Теперь дальше. Третий отрывок. Третий отрывок в 17 главе такой. Мацреф ля Кесеф укур лизааф у бухен льбо ташем. Значит, Мацреф ля Кесеф. Что такое Мацреф? Это раньше же было серебряные монетки и золотые монетки. И вообще, это было два самых главных носителя финансовой мощи. То есть, люди, значит, вот человек работал. Вот он наработал, работает, работает он. Только с трудом он на еду себе нарабатывал. Не было хранилищ, не было всей этой системы, как есть сейчас. И человек, значит, он крестьянин. Что у него было за жизнь? Он, значит, себе там этих мешков зерна злаковых, он руками этим серпом себе накосил. Там тяпкой такой раз промолотил. То себе эти мешочки поставил, думает, ну все, как хомяк в это самое. Зиму, мол, переживу. А были другие, типа татаро-ванголы, Александр Матидонский. Такие были они, ну, кочевники, которые не хотели вот этим всем земледелием заниматься. Они думают, смысл. Вот это что мы будем как хомяки там рыться в этой земле, а потом зима, сидеть холодно. Мы лучше сядем на своих лошадок и поедем и заберем у них эти мешочки. Ну, значит, и они, значит, были, было где-то процентов 50, скажем, мира. Были налетчики, такие грабители. Процентов 50 были вот эти земледельцы. Теперь у этих земледельцев, у них тоже были свои внутренние бандиты, которые захватывали, они как бы говорили им, ну, как братва такая. Смотрите, вы нам каждый по мешочку отстегните, а мы на эти деньги купим оружие, и мы, значит, будем вас защищать от налетчиков. Так появлялись вот эти защищенные города, и в них были такие, как цари. То есть они со всех собирали налоги, и если на них нападали, то они как бы отбивались. Это феодалы назывались они. И потом эти феодалы, так как у них есть сила, да, они смотрят на своих же крестьян и думают, а что это они нам 10% отдают? Давай наоборот, у нас же сила есть, мы 90% заберем процентов, они пусть за 10% работают. И своих же брали в рабство. Это как было крепостное право, например, ну, в России, да. Было крепостное право, то есть вот эти вот феодалы, помещики, они этих крестьян деревнями продавали, в карты проигрывали. То есть, ну, как бы свои же своих. Теперь дальше. Дальше они все это копили, было серебро, это была разменная монета, а золото они копали в землю, прятали, потому что не было там никаких криптовалют, не было всех этих электронных денег, банков не было. То есть где-то банки появились нормально так лет 500 всего назад. А до этого было, то есть ты где-то чуть-чуть, у тебя появились избытки. Покупаешь золото и прячешь, чтобы у тебя не забрали кочевники. Поэтому в земле лежит много кладов, и большинство даже разбойники, знаете, остров сокровищ, все это, они не успевали своим золотом воспользоваться. Они грабили, прятали, их убивали. Потом те нашли золото разбойничья, забрали, пока везли, их убили, другие разбойники спрятали. То есть мир все время был на протяжении всей истории, вот такая вот бандитизм и зло, такое грабительство прямо, ну, 99% мира. То есть вот царь Соломон, вот эти все добрые, святые слова, они как бы были практически ни тем не услышаны, потому что люди жили в, как сказать, в парадигме грабежа, убийства, насилия и 30 лет жизни, за которые нужно было успеть, максимум успеть, потому что в 30 лет в среднем все умирали и все. В общем, теперь нам, это чтобы было понятно, как бы подоплека третьего отрывка. Теперь смысл его. Мацрефлякесов было, в то время тоже было много мошенников, которые, они серебро брали, чуть серебра и смешивали с разными примесями. И золото тоже можно было, было чистое золото, а было нечистое. И вот эти вот, те, которые ювелиры, у них была такая печка, которая называлась Мацреф, для того, чтобы плавить серебро. И была печка, которая называлась Кур для золота, более высокая температура. И если кидать туда серебро и золото, то очищалось, очищалось примеси и оставалось чистое серебро и чистое золото. Теперь, значит, в чем смысл этого отрывка? Для того, чтобы очистить серебро, его нужно было нагреть, сильно поджечь. Для того, чтобы очистить золото, его нужно было еще сильнее поджечь. Теперь, человек, у него внутри есть вот это вот что-то ценное, человеческое, да, чистое золото, там, серебро, это духовное его качество, душа. И для того, чтобы это проявилось, то Бог, он, его ставит в страдание, в ситуацию страдания, для того, чтобы очистить его. Как, знаете, было, страдание очищает вот эти все выражения, да? То есть человек для того, чтобы очиститься, для того, чтобы перейти в более высокое качество, в более сильное качество, он должен пройти через страдания, труд, через именно усилия, то есть, современным языком, выйти из зоны комфорта и попасть в зону напряжения. Там он от этого напряжения, как бы, да, как огонь, у него вся грязь отпадает и оказывается, только остается вот это чистое золото. То есть человек становится сильнее и превращается в золото только через вот эти вот напряжения. Теперь, и дальше написано «Убухенлиботашем» и проверяет сердца Бог. То есть Бог, он знает точно, сколько кому надо дозировано страданий, неприятностей, каких-то моментов для того, чтобы цель Бога, чтобы человек исправился, чтобы он стал именно чистым золотом, серебром. А человек, он убегает все время от сложности, убегает от каких-то проблем. И он вместо того, чтобы осознать, понять, сделать выводы и сделать следующий шаг, он, наоборот, стремится убежать, а это не ко мне, типа, все проблемы меня не касаются, это вообще случайно, почему со мной это все произошло, не знаю. То есть, понятно, да, идея? Теперь, четвертый отрывок, он нам показывает, вот продолжает третий, более подробно объясняет, и говорит, значит, Мера Макшив Аль Сват Овен, значит, злодей, он слушает слова греха, Шетер Мазин Аль Лашон Авод, значит, и обман слушается тоже, как бы, язык злодея. То есть, смысл здесь какой? Очень сложный пасук, очень сложный отрывок, вот этот, четвертый, он нам, Малбин так объясняет. Значит, вот проходят события, да, происходят у человека разные события. Теперь, если у человека есть намерение, вот он конкретно верит, что Бог его любит и хочет ему добра, то он берет и все вот эти вот сложности, неприятности, он их тоже любит, потому что он понимает, что тот, кого Бог любит, тому он дает неприятность. Это мы учили в третьем отрывке, прям можете посмотреть конкретно, там написано, что тот, кого Бог любит, тому он дает страдания, чтобы его исправить, пробудить там и так далее. Теперь, но что? Злодей, он слушает язык греха. Значит, есть обратная сторона, то есть, есть то, что называется Ецерара, злое начало, есть вот этот вот ангел смерти, который называется Сатан и так далее. Что значит злодей? Злодей же, он, у него внутри есть какой-то голос, и он ему говорит, слушай, ну нормально, что там, пойдем пожрем, бухнем, там еще что-нибудь, ну там, я не буду сейчас повторять эти все тексты, их в принципе можно найти в любом, в любом интернете в огромном количестве. То есть, вот этот вот голос вожделения, а всем двигает намерение, то есть, если намерение есть получить запрещенное удовольствие, тогда тот голос, который это намерение тебе как бы уговаривает тебя внутри это сделать, называется Злодей слушает голос греха. Вот этот вот голос внутренний, который тебя уговаривает сделать неправильные вещи, это как раз голос этого греха. А теперь обман вот этот вот Слушай тоже обман. Язык, там второе вот это слово, а вот это значит как бы делать зло. То есть есть два варианта. Есть когда ты являешься потребителем зла, ну то есть тебе хочется сделать что-то запрещенное. То есть ты для чего? Для того, чтобы получить удовольствие. Это один уровень греха. Это называется грешник, который делает из-за вожделения. То есть он хочет получать удовольствие и он значит из-за того, чтобы получать удовольствие, там еда, ну всякие такие вещи, значит он из-за этого грешит. Это называется грешник, который грешит по вожделению, к силе, по терминологии царя Соломона. Есть грешник, называется это грешник-стептик, который отрицает основы добра, основы тора, основы служения Богу. То есть он выдумывает идеологию, при которой зло становится добром. То есть он не просто, что он понимает, вот есть зло, вот есть добро, и я делаю зло, потому что мне хочется получить удовольствие. Но в этом случае у него есть возможность у такого грешника исправиться. Но есть другой, который возвел зло в идеологию. Например, тот же Карл Маркс, да, он говорит, забрать у богатого это добро. И убить богатого это добро, если он не хочет отдавать. То есть и тогда коммунист, такой настоящий коммунист, он становится просто, ну как, он не исправив, почему же. Он делает добро, он идет грабить, потому что это добро. Это правильно. И как он тогда, как ему можно объяснить? Не делать добро, а доказать ему, что это зло, это тяжело. Потому что он как бы верит в идеологию, что, ну как, это добро, почему оно должно быть злом. Понятно, да, идея? Теперь, если соединить третий и четвертый отрывок, то получается, что бог, он знает у каждого, что в сердце. И он пытается каждому, иногда он вынужден дать такие страдания человеку, чтобы человек полностью понял вообще, что он идет не в том направлении. Но чаще всего вот этот грешник-скептик, у которого неправильная идеология, он не поймет. То есть у него как бы, ну непонятно, как ему изменить свою идеологию, если он верит, что его идеология правильная. Понятно, да? Все, вот эти вот четыре отрывка мы изучили. И с Божьей помощью, с Божьей помощью надо сделать из этого выводы. Надо сделать из этого выводы. Значит, желательно сделать три вывода, потому что три легче запомнить. И дальше эти выводы внедрить в свое мышление повторением, которое мать учения, рассказом другим людям, для того, чтобы эти выводы, они дальше вас вели по жизни. Потому что мы для этого и изучаем, для того, чтобы делать. Не для того, чтобы просто услышать, а для того, чтобы сделать вывод и потом, чтобы этот вывод ввел нас для принятия правильных решений в Торе. Значит, я делаю вывод такой, с первого отрывка делаю вывод, что лучше хлеб сухой, и чтобы был мир. Поэтому лучше не гнаться за деньгами, а зачем гнаться за внутренним состоянием. То есть, состояние внутреннее это является более, но приоритетным, чем внешние атрибуты, атрибуты успеха. Второе, вторая очень важная вещь, что лучше быть рабом, рабом быть интеллектуально развитым, чем сыном позорищем. То есть, то, что человек еврей, это просто он еврей. Главное быть близким к Богу. То есть, близким к Богу и именно стремиться к Богу. И тогда, ну то есть, это важнее, чем то, что ты там, кем ты родился. И третье, что я понял, что любое страдание, это сигнал от Бога, который он приходит для того, чтобы исправить человека, для того, чтобы поднять человека на следующий уровень развития. И вот эти вот сигналы неприятные, от них не надо убегать, а их нужно ловить, учитывать. И с помощью этих сигналов развиваться и становиться лучше. Вот то, что я понял из сегодняшнего урока. Очень хочу почитать ваши выводы в комментариях, очень мне интересно, всегда читаю. И это очень полезно. Все, меня побуждает сильнее готовиться к урокам, потому что, если я вижу, что это приносит пользу, так я для этого, кстати, это и делаю. Все, друзья, удачи, успехов и хорошего дня.